Судно, конечно, проще, чем траулер, но, тем не менее, в своем классе это топ. Готовность почти 70%. Это нормальная для спуска процентов. Стандартная величина для всех, не только краболов, но и любого судна, которое спусталось. Рыбак дважды моряк, то относительно краболовов, можно сказать, что труд именно людей, занятых на крабовом промысле, еще сложнее. И тут краболовы, это трижды моряки. А вот если сейчас нас смотрят молодые ребята, которые хотят пойти моряками, вы бы посоветовали пойти? Ну, почему нет? Работа для настоящих мужчин. Даже если мы захотим съесть, это надо будет внести в промысловый журнал, и тогда его съесть. А так, краб должен идти в обработку. Здравствуйте, люди мои дорогие. Мы с вами находимся на судне КСП-01 «Краболов». Первое головное судно. Строится он на заводе «Красное Сормово» для СЗРК. Сейчас мы с вами поговорим непосредственно с людьми, которые занимались строительством этого судна. Айда, с нами ваша Виктория Коробеловна. Легендарная встреча. Мы с вами уже были, так сказать, на траулере. Теперь приехали на Краболов. Скажите, наверное, логично у вас спросить, ваши впечатления, если сравнивать два судна, на сколько они разные? Значит, судно, конечно, проще, чем траулер. Но, тем не менее, в своем классе это топ. Я бы сказал, это фабрика-процессор, которая обрабатывает Краба целиком и полностью. Уже готовую продукцию выгружает либо на транспортные суда, либо может доставлять в порт. Вложено труда было немало, повторюсь, и коллективом ВЕФИ, и нашим. И если по оборудованию траулера сложнее, то по процессу именно работы на промысле, добычи краба и переработки, здесь труд именно физический для рыбаков куда как сложнее. И поговорка, о которой мы уже не раз вспоминали с вами, рыбак дважды моряк, то относительно краболовов, можно сказать, что труд именно людей, занятых на крабовом промысле, еще сложнее. И тут краболовы, это трижды моряки. Един из старейших сотрудников вообще нашей компании, Северо-Западного робопромышленного консорциума, Анатолий Юграфович имел честь построить прообраз, первое в мире краболовное судно спроектированное с чистого листа и построенное тоже как непосредственно краболовное судно на турецкой верфи Терсан. Причем Анатолий Юграфович провел эту работу в одном лице, без группы дополнительные наблюдения, за что ему особые поклоны и уважения. А судно уже работает? Судно работает с мая 2020 года, показывает прекрасные результаты, собственно, ожидаемые, которые были заложены в технической спецификации. Построено судно, очень комфортное. Вы были на наших траулерах, зенит им ни в чем не уступает, ни в степени комфорта. Экипаж доволен, держится и собирается работать не один год без смены. Очень нравится. Без выхода на берег. Ну нет, с выходом на берег, отдыхать, конечно, да, нужно. Но, тем не менее, работа в море, она достойно подготовлена. И рабочие места, и быт моряков на высшем уровне. Поэтому все довольны. Анатолий Юграфович с заложенными, так сказать, стандартами пришел, приехал сюда на Красное Сормово. И, собственно, уже с помощью группы технического наблюдения, потому что, если наш зенит строился в одном экземпляре, то здесь у нас серии из пяти судов. Одному, конечно, не справятся, потому что вот за Вайгачом стоит корпус, второй корпус Кельдина. И поэтому одному просто ресурса физического не хватит. Почему траулеры синие-красные, а гроболовы красные-яркие? А наши акционеры, когда принимали решение, решили дать им свет объекта промысла. Так, ну расскажите, в какой момент вы приступили к строительству гроболова? Подключили на стадии, когда проект уже появился у нас на заводе, был утвержден. То есть уже в это время назначается отделом, главным строителем назначается, соответственно, с датчик данного проекта. И уже вовсю начинается работа. Сначала с КТУ, потом уже с закупками, потом с кораблем. Ну, соответственно, пошло по-русски. Насколько сейчас загружено судно процентов? Готовность? Готовность, да. Готовность почти 70%. Это нормальная для спуска процентная цена? Прократная величина для всех. Не только горболов, но и сухогрузов. Для любого судна, на которое спускается. Сухогрузов, пассажиров, да? Либо горболов. Я не говорю о том. Дальше не знаю никаких. Что там установлено сейчас? 70% корпуса, это примерно 30%. Корпус это где-то процентов 30, наверное, да. Плюс покраска, плюс металлизация. Ну, добавим еще несколько процентов. Процентов 10. Дальше полностью оборудована машина, отделение трубами. Даже некоторые системы у нас уже работают. Такие, как вентиляция, освещение. То есть это все включено. Дальше установлены все промысловые оборудования. Это краны, лебедки. Я не буду вдаваться в подробности, их очень много. Давайте. Да. Устройства установлены. Начата работа по обстройке на главной палубе уже. А что на главной палубе? Нет, полы сделаны на всех ярусах. Сейчас уже ставят панель. Панель? Формируют каюту, да. Каюта? А каюта будет влочена? Нет. Нет? Ну, в районе, в составной. И когда планируется сдача судна? В этом году. В ноябре месяц. А почему она потом пойдет в выбор? Это формат перегона, потому что корабль очень высокий. Мам. Да, да, да. Расскажите это на камеру. Сейчас, подождите, я эмоции взяла в ручки. Корабль очень высокий сам по себе. То есть до крыши рулевой рубки, точнее до крыши АДГ, которая на рулевой рубке, больше 25 метров. Вот, поэтому пройти под мостами, ему отсюда, даже если мы здесь его сдадим, заказчик его забрать не сможет. Поэтому нам приходится здесь, надо будет точнее, сдемонтировать вот эту рулевую рубку, положить ее на разгрузочную площадку. Для того, чтобы его переправить, у нас вот эти за нами строят баржи, понтоны, понтоны. Я спросила, что это? Ага. Да. Для того, чтобы его переправить. Но он сам пойдет или немножечко приподнимете? Он баржа составная, ну, понтон из двух частей. Он с кормы, с носа, так скажем, обволакивает его, поднимает и буксир уже тащит. Он не самоходный пойдет. Ваши задачи сейчас какие? То есть вы как давно на Красном Сорвове? Нет, мы на Красном Сорвове неделю, чуть больше недели. Наша задача, что, чтобы все было сделано так, чтобы было удобно для работы, для экипажа, вот, мало ли всякие, потому что судно у них первое такое, головное судно будет наверху, соответственно, у них есть немножко там непривычные, поэтому наша задача сделать так, чтобы было удобно для работы, для экипажа. А вы, получается, полгода будете на сушу? Приемка до конца, да, пока здесь будем до навигации, когда его до Санкт-Петербурга, там или куда Выборг на доработку пойдет он. Здесь на перегоне нас не будет, а после перегона опять там будем, да, до конца. Да, потом сразу и в море на нем же. А вы уже наняли народ или постепенно будете? Нет, народ постепенно. Народ сейчас работает, пока сейчас основные специалисты такие, старший механик, старший мастер добычи, технолог. Вот эти люди уже есть, они здесь участвуют тоже в приемке судна. Что-то само судно посоветовать можете? Не, ну почему советовать, не советовать. Некоторые нюансы там, которые там, ну, они, может быть, мелкие такие есть, но надо будет их обговаривать, да, вот, там немножко передвинуть что-то там, поставить так, чтобы удобнее было для работы. Потому что не все, ну, суда стандартные, да, люди даже относительно роста разные. Может быть, манипулятор поднять, опустить, там, куда-то сдвинуть, ну, такие вот, в основном-то. Потому что есть проектная документация, от которой не отступишь. А такие вот есть определенные моменты. Ну, конечно, новое, но и есть новое. Профессия такая очень, очень специфическая, потому что я отработал долго в рыболовном флоте на промысле рыбы, а потом в 2001 году я пришел на краболовые, да, ну, очень, для народа очень тяжело. Профессия тяжелая, да, очень тяжелая. А вот если сейчас нас смотрят молодые ребята, которые хотят пойти моряками, вы бы посоветовали пойти? Ну, почему нет? Работа для настоящих мужчин. Так что, да, работа хорошая. Очень многие говорят, что, чтобы устроиться на новую, там, или какую-то хорошую работу, нужны какие-то либо связи, либо какие-то взятки. Да, ну, конечно, опровергнут. Главное, чтобы был специалист хороший, было желание работать. А хорошие люди, они всегда и везде нужны. Особенно, которые не страшна эта работа, тяжелый физический труд, было бы желание. А если на траулеры работают 6 через 6, как работают на краболом? Ну, у нас по-разному работают тоже. Ну, на этих новых судах-то здесь экипаж будет гораздо больше, поэтому 6 через 6, 8 через 8, то это, да. 38 человек, да? Ну, я не знаю, сколько пойдет, а так, про этой документации 37-38 человек. А пойдет, может быть, меньше? Ну, почему меньше? Я просто еще не видел толком, да. А вам разрешает есть краба? Что значит разрешает? Вообще? Можете взять? Вообще по закону, да, положено любое поднятое особь краба, она должна быть учтена, да, то есть есть специальные службы, которые это контролируют, вот, поэтому даже если мы захотим съесть, это надо будет внести в промысловый журнал, и тогда его съесть. А так я и скраб должен найти в обработку. А вы любите краб? Да. Люблю краба. Чего ж так скрывать? Да. Давай.